Всем привет! Сегодня поговорим о вибрисах у кошки. Многие по незнанию называют их усами и думают, что они нужны коту только для красоты. Это фатальная ошибка. Дослушав ролик до конца, вы узнаете, почему ни в коем случае нельзя подстригать коту усы, как кошка ориентируется в полной темноте и что же такое кошка на самом деле, рыба или жидкость. Усы или вибрисы – это важнейший орган чувств у наших пушистых друзей. Само слово вибрисы происходит от латинского вибра – колеблюсь или извиваюсь. Толщина вибрис в 10 раз больше, чем у обычной шерсти. У взрослой кошки насчитывается от 24 до 32 вибрис, расположенных в 5 рядов на мордочке над верхней губой, но кроме этого они есть на подбородке, щеках и над глазами и даже на тыльной стороне передних лап. Также иногда их можно обнаружить на хвосте или в других местах шубки питомца. Вибрисы по сути вовсе не усы, а видоизменившиеся в процессе эволюции рецепторы – очень чувствительные сенсоры, способны регистрировать малейшие колебания воздуха. Такие рецепторы улавливают не только набегающие потоки воздуха, но даже отражающиеся от предметов и их завихрения, что позволяет кошке в буквальном смысле ощупывать предмет через воздух и определять его положение, размер и форму. Благодаря вибрисам кошка может двигаться в полной темноте, обходить предметы со знаменитой кошачьей грацией и проникать в узкие проходы, доказывая известное утверждение, что коты – это пушистая жидкость с глазами, ушами и хвостом. Хотя вибрисы выглядят как волосы, но строение костей черепа древних млекопитающих свидетельствует о том, что вибрисы у них появились до того, как появился волосяной покров. Данные ученых также свидетельствуют о том, что вибрисы у предков кошки развились из органов боковой линии рыб и амфибий, которые позволяли им ориентироваться в воде. Каждой вибрисе подходят сотни нервных окончаний, и для каждой отведен отдельный участок в мозге, и каждая воспринимается мозгом как отдельный орган чувств. Сигналы от вибрисов совмещаются с сигналами от глаз, и на их основании мозг кошки создает полную 3D-картину окружающей обстановки. Кроме этого, вибрисы на подбородке позволяют кошке контролировать «слепую» зону под подбородком, а также пойманную или убегающую добычу. Вибрисы на лапах позволяют с учетом движения воздуха всегда удерживать равновесие в любом положении. Так как кошки плохо видят ближе 60 см, то при приближении предметов мордочки они могут мотать головой с целью определить ее с помощью вибрисов. Именно поэтому нельзя хватать кошку за усы, гладить их против шерсти и тем более дергать. Это воспринимается кошкой как очень мощное и неприятное воздействие. От повреждения вибрис кот может испытывать сильный стресс, дезориентацию и трудности с охотой. Помните, усы – это не просто милая деталь внешности кота, это его второе зрение. Кроме того, следует учесть, что некоторым кошкам не подходит форма посуды, в которой во время еды у них подгибаются усы. Если вы замечали что-то подобное, то пишите ваши наблюдения за кошками в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите узнать много нового и интересного. И не забывайте ухаживать за вашими пушистыми друзьями, и они будут радовать вас долгие годы.